здравствуйте друзья в сегодняшнем уроке вы увидите Игорь Негода Субтитры создавал DimaTorzok Прежде чем мы продолжим, посмотрите небольшую часть уроков, которые вы получите, если приобретете полный курс. И пока вы знакомитесь с тем, что включает в себя весь курс, частью которого является этот урок, хочу обратиться к вам с просьбой, которую мы будем добавлять к каждому уроку, который будем публиковать на Ютубе. Не потому, что мы этого хотим, а потому, что мы нуждаемся в вас. В вас, тех, кто уже покупал, покупает или будет покупать наши курсы. В вас, тех, кто оказывает нам поддержку, делая пожертвования, независимо от их размера, обращаемся к вам с искренним сердцем и открытой душой. Наше Ютуб-сообщество собрало, собирает и будет собирать людей, которые ценят знания, личностное развитие и поддержку друг друга. Мы невероятно благодарны каждому из вас за то, что вы здесь, за вашу активность, за каждый лайк и комментарий. Благодаря вам наш труд приобретает смысл, и вместе мы создаем что-то по-настоящему ценное. Но в этот момент, как никогда раньше, нам нужна ваша поддержка. Чтобы мы могли продолжать делиться знаниями и создавать качественные материалы, мы полагаемся на вашу помощь. Так сложились обстоятельства, что в данный момент наши курсы могут быть приобретены только за пределами России. И Ютуб также учитывает только просмотры из других стран. Поэтому мы обращаемся к тем из вас, кто находится за пределами России, с просьбой поддержать нас небольшим пожертвованием, кто сколько может. Будь вы в Германии, Украине, Финляндии или где-либо в Европе или мире. Ваши пожертвования помогут нам продолжить вести канал, улучшать качество контента и создавать еще более полезные материалы для всех, кому они нужны. Вы можете поддержать нас, сделав пожертвования через PayPal или Revolute. Вы также можете стать членами нашего Ютуб-канала или поддержать нас через кнопку SuperTanks. Можете также стать участниками нашей страницы на Patreon, где мы выкладываем записи наших мастер-классов и вебинаров, а также размещаем курсы, которые уже доступны и будут добавляться в будущем. Все наши курсы мы загружаем на нашу страницу в Patreon, все ссылки находятся в описании под видео. Мы вкладываем много усилий и времени в создание курсов, чтобы развиваться вместе с вами, и покупка курсов станет значительным вкладом в продолжение нашей работы. Каждая ваша поддержка, покупка курса или пожертвования – это вклад в общее дело, которое мы строим вместе. Давайте не останемся равнодушными и поможем друг другу в это трудное время. Вместе мы сильны, и я верю, что мы сможем преодолеть любые преграды. Спасибо вам, что вы с нами на этом пути. Благодарим вас от всего сердца. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Зинаида Голубева. Продолжаем с вами рисовать открытки зимы. У нас сегодня очень красивая тема. Тема перехода цветочного из цвета в цвет плавный, нежный переход и сиреневый рассвет. Для сиреневого рассвета нам понадобится с вами обязательно красочка дополнительная. Она есть в гуаше. Вот такая вот сиреневая красочка. Обязательно ее достаньте. Если у вас ее нету, вы можете воспользоваться помощью акварельных красок, таких как Черная речка, Белая ночь и вообще старые акварельные краски Ленинград, которые, если у вас остались, и в китайских красках есть вот такой цвет сиреневый. Постарайтесь его найти, потому что на базе этого цвета у нас будут все цветовые сочетания. Рисовать мы сегодня будем очень простой сюжет. Сюжет декоративной композиции по золотому сечению. Мы его уже изучали, только мы с вами делали вертикальный канон. Тут у нас будет горизонтальный канон. И поэтому мы возьмем сейчас лист бумаги для того, чтобы нам горизонтально пройти нашу композицию. У меня мягкий карандаш. Сейчас я уберу, что мне здесь мешает. У меня мягкий карандаш. Итак, давайте с вами поговорим о нашей работе. Во-первых, у нас будет нарисовано восходящее зимнее солнце, затуманенное, находящееся в дымке. Мы его рисуем по золотому сечению, одна треть. Что нам нужно сделать? Нам нужно разделить по высоте, по длине на три части наши. Вот такие вот линии наши сделать. Сделать такую сеточку. Внизу также сделать. Я это рисую от руки. Вы, пожалуйста, можете сделать это четко по линейке. Я рисую от руки, так как у нас здесь не требуется каких-то абсолютно точных форм. Это не графическое изображение, это изображение зимней природы, пейзаж. И тут не может быть ничего такого у нас более сложного в плане прямых линий. Линия, та, которая у нас с вами сегодня будет идти, линия пейзажа, у нас будет она расположена вот таким образом. Берем середину нашего листа и опускаемся на один сантиметр вот сюда. Вот эта линия у нас будет линия горизонта. Видите, она какая яркая, сочная. Я ее провожу специально, не обращая внимания на ровность. Вот как она выходит. Находим здесь высоту нашего солнышка. Посмотрите, здесь у нас происходит состыковка. Здесь может быть у нас солнышко, но из-за того, что у нас пейзаж, мы немножко его поднимаем. То есть солнышко у нас будет вот в этой проекции. Вот здесь вот. Вот сюда мы его нарисуем. Практически на середине вот этого отмеренного расстояния. Теперь мы делаем наш дальний пейзаж. Дальний пейзаж должен быть естественным. Это не должна быть лесопосадка. Дальний пейзаж мы делаем фрагментально. То есть мы смело можем начинать вот с таких бугорков. Сюда, сюда. Я хочу вот здесь сделать немножко выше, потом пониже. Для того, чтобы здесь нам показать еще какую-то красивую елочку. Ой, красивое дерево, типа нашего береза. Вот там на заднем плане у меня будет береза. Вот на этой вот части. А здесь у нас будет на одной третьей. У нас будет елка. Так как у нас все-таки зимний пейзаж, что сначала мы рисуем треугольник. Потом мы треугольник закругляем. И начинаем делать таким образом. Мы нарисуем сначала с вами вот такие вот линии. Для того, чтобы нам показать, что снег лежит на елке, и она у нас объемная для снега. Значит, что мы делаем теперь? Мы теперь делаем вот так веточки. Вот сюда выдвигаем. Вот так. Вот так веточки. Так они у нас согнулись. Вверху у нас елочка прикрыта снегом. А дальше мы делаем вот таким образом. С этой стороны, с этой стороны делаем снежок. То есть вот по этим внутренним линиям, которые мы рисовать не будем на картинке, но они будут подразумеваться. Именно в таком виде наша елочка будет абсолютно естественная и объемная. Дальше мы для того, чтобы разбавить наш пейзаж, мы добавим елки на заднем плане. Они могут быть вместе, они могут быть дальше находиться, они могут быть здесь. Это может быть здесь на пустом. Вот здесь вот видите, пустое у меня место. Здесь могут быть елки. Сюда вот в край, когда вот мало у вас места остается, не нужно делать. Также мы сделаем елочку вот здесь. Маленькую. Пару елочков на первом плане. Пару елочек. Вот так. Поуже, пошире. А теперь посмотрите, сколько мы имеем планов. Самый первый план – это маленькая елочка. Второй план побольше. Третий план. Самая большая елка. Четвертый. И на пятом плане у нас береза, но она может идти вровень с линии горизонтов. То есть, не обязательно. Передний план должен быть начат с большого какого-то дерева. То есть, благодаря тому, что у нас разбросаны елочки, и мы будем их смотреть, где их нужно делать, где не нужно. Потому что, например, здесь мне не очень нравятся одинокие две. Вот так вот на одной линии не стоят. Поэтому я их разобью. Маленькую сделаю. Еще побольше могу сделать. Еще могу маленькую сделать. То есть, уже эта разбивка исчезла. То есть, сначала не на одной линии. Высоты поиграли. Все. Елок у нас должно быть здесь больше по количеству. Так как мы такой вот рисуем сиреневый рассвет. Посленовогодний такой вот, когда небольшой морозец и ощущение такого нарядного леса. Теперь мы берем плотный лист бумаги и переносим. Этот. Так, сейчас я поплотнее, наверное, возьму листочек в себе. Вот. Плотный лист бумаги. И теперь мы будем на нем рисовать наш эскиз. Для эскиза мы еще возьмем два листочка тонкой бумаги. Я хочу подложить, что когда мы будем начнем рисовать, мы еще подложим бумагу, чтобы можно было выходить за край. Старайтесь что-то подкладывать, чтобы вам не бояться рисовать от души. Находим середину нашего листа. Вот я середину прена нашла. Отпустила сантиметр и делаю просто одну линию. Все. У меня здесь примерно солнышко на середине. Вот этих. И на одной трети. Вот он такой. Может быть поменьше. Вот такое. Здесь у меня идет фрагментальные косточки. Так. Береза. Здесь на одной трети у меня елочка. Все остальное. Даже видите, я наброски делаю небольшие. Но в принципе здесь даже и не нужны наброски. Почему? Нам нужно найти только самое главное вот эту линию. Если мы ее найдем, это самое главное здесь. И солнышко. Теперь мы будем рисовать небо. И не обращать внимания на задний пейзаж. Дело в том, что когда много снега, то происходит очень интересная вещь. Практически деревья не просвечивают и не видно небо наше. Так. Беру кисточку имитацию белку номер 4. Краски у меня сегодня такие. Вот большой набор. Я накладываю сразу белый цвет сюда на палитру. Пододвигаю, чтобы вам было видно. Даже два кусочка белого цвета. Вот так. Сейчас я буду небо делать. А для начала я сделаю наше солнышко. Чуть-чуть розовенького добавлю. Так. Тряпочку сложу влажную. Е-2. И приступаю уже к работе. Что мне нужно сделать? Мне нужно сначала закрасить белым цветом наше солнышко. Чисто белым закрасили. И не дожидаясь, чтобы она высохла, добавим немножко, не доходя до краю, немножко розового цвета. Чуть-чуть. У меня он на палитре есть. Вот так. Чтобы бочок был розового цвета. Край был белого цвета, а бочок розового. Я воспользуюсь окрасками, в которых есть два цвета желтых. Два желтых цвета. Это кадмий желтый лимонный и кадмий желтый средний. Вот эти цвета очень важны. Два цвета. Потом мы возьмем красный цвет. Если у вас нет, берите один цвет желтый. Потом беру красный цвет. Немножко совсем его надо. Чуть-чуть. И бордовый. Сиреневый у меня уже лежит на палитре. И чуть-чуть бордовый. Чуть-чуть. Можно взять кисточку побольше. Я беру кисточку номер 5 или номер 6. И начинаю идти таким образом, что вначале я иду от солнышка. Иду, наращиваю свои вот эти вот обороты и дохожу до краев. Сначала мне нужно взять белый цвет. Добавить желтого лимонного. И сделать четкую. Мы не обращаем внимания на наши деревья. Мы их набросали лишний раз. Это лучше всего делать. Потом беру туда кадмии. Желтый, средний добавляю. Потом чуть-чуть красного. Я накладываю довольно-таки густо. Потому что мне хочется, чтобы было очень красивое. Вот такой вот. Так вот. Я не очень аккуратно здесь сделала. Кисточка меня подвела. С одного бока. Сейчас. Вот. Теперь мне нравится. И теперь выходим к краям. Выходим к краям. Это кадмии желтый, средний. С нашим красным цветом. Получается как персиковый цвет. После персикового цвета мы добавляем бордового цвета. Сюда, в эту нашу историю. И пока краска у нас влажная. Влажная. Очень легко. Добавив водички. Или добавив красочки белого цвета. Можно развести наши края. Особенно смотрим, чтобы сверху, снизу у нас здесь история будет дальше двигаться. Дальше мы возьмем наш сиреневый цвет дополнительный. Смешиваем его сначала с бордовым, потому что у нас здесь идет окончание на бордовый цвет. Вот так. А потом идем уже к краям. Здесь можно особо не идти до линии горизонта. У нас здесь будет своя история. Бордового больше. Добавляем. Немножко желтого добавить сюда. Рисуем, как будто лучики. Рисуем, как будто лучики. Деревья, они очень плотно лежат и очень непрозрачно. Мы этим воспользуемся. Сразу же возьмем белый цвет сиреневый и будем делать сиреневые кусты. Для того, чтобы нам сделать сиреневые кусты, нам нужно еще взять синий цвет. Синий ультрамарин. Вот такими тонами белый, сиреневый, немножко бордовый можно взять и ультрамариновый мы будем рисовать наши плотные кусты. Они будут идти против солнца, поэтому они будут по тону тяжелыми, тяжелее, темнее, чем по весу, чем наше небо. Мы можем сначала пройтись буквально вот одним цветом. Вот если вам так удобнее, вы проходитесь одним цветом. Вот так, как я. Прежде чем мы продолжим урок, еще раз хотим поблагодарить каждого, кто приобрел наши курсы или сделал пожертвование. Вы можете продолжить поддерживать нас через PayPal, Revolute и Patreon. Вы также можете стать членами нашего YouTube-канала или поддержать нас через кнопку SuperTanks. Благодарим каждого из вас, где бы вы ни находились в мире. Вот здесь пропуск, всегда делаем, всегда. Здесь у нас береза будет более прозрачная. Так вот я сделала. Вот теперь я буду делать ярусами. Снизу я сделаю сиреневый потемнее. Вот так. Как-то не привыкла я на такой работе делать большую кисточку. Мне не очень удобно. Я возьму кисточку свой номер 4. Все-таки мне больше и комфортнее ее рисуется. Как-то не знаю почему. Меняйте кисточки, если вам что-то не нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! беленького добавим ну основной цвет конечно это серийный даже на этих вот дальних косточках я даже бордовый не брала очень долго не тыкаем почему потому что у нас начинает подниматься снизу цвет вот здесь у меня немножко видно это поэтому мне нужно перекрасить это сделать на период можно брать плоскую кисточку потому что плоской кисточкой тоже можно очень хорошо нарисовать и здесь вот у меня береза для березы я возьму белый цвет сразу я беру это кисточки сразу рисую конечно лучше всего брать тоненькую кисточку и пока ребят береза не дорисована это вот на ней задние веточки то вот передние веточки мы рисуем ствол нам виден не хочу темные ветки рисовать и теперь будем прикрывать сверху березу вот такой чисто сиреневый хочу сделать все равно чисто сирене не выходит у меня все таки есть здесь без маленьких элементов теперь наша задача нарисовать наши полянки когда мы говорим о полянках сейчас я немножко сдвинул чтобы вас было четче видно когда я говорю о полянках значит нам нужно разделить наши полянки здесь у нас более холодный цвет мы сделаем вот таким образом разделим нашу полянку на две неравных части но сделаем неровной линии это очень важно и чтобы линии не шла вот сюда в уголок более теплый цвет у нас будет вот здесь расположение линии будет вот так чтобы показать нам объем нашего снега и мы с него с дальнего леса и начнем ось дальнего снега и начнем буквально сначала подойдем белосиреневым цветом очертим снег под деревьями дальнего плана делал то что снег отражает наше солнышко и сюда конечно хочется сделать такой немножко желтоватый оттенок снега но мы сделаем это вот в этой части а здесь у нас будет такая вот сиреневая часть потому что сиреневый желтый не смешивается и рядом они не смотрятся смотрится очень натужная так сказала потому что эти два цвета они не дружат между собой вот у нас снег уже есть этого плана теперь мы сделаем более холодный цвет свет снег сюда поэтому я возьму голубой фэцэ голубая фэцэ краска редко мы где используем но здесь вот она очень необходима здесь у меня елочка я могу так частично елочку обозначить очень большая осторожность в снеге у нас ближнего плана потому что если мы сейчас дадим смешение синего желтым то у нас будет некрасивый оттенок естественно поэтому мы будем брать хитрым способом мы возьмем кадми желтый средний сейчас я пододвину его что вам был виден вот этот вот теплый цвет теплый цвет с белым расположим немножко вот здесь вот чуть-чуть вот сюда противовес буквально чуть-чуть и теперь для того чтобы подобраться нам нужно взять белый с бордовым белый с бордовым идеально сочетается и дружит с нашим цветом поэтому у нас он будет вот а бордовый уже в синий легко перекрыть перейти бордовый синий легко переход здесь дает такой красивый фиолетовый цвет если где-то мы смешали цвета ничего страшного я думаю что они все будут у нас задействованы в этой картинке картинка у нас декоративная поэтому мы здесь спокойно это делаем у нас здесь хоть мы и приближаем все-таки картинку к действительности но на самом деле мы больше работаем на такой вот красотой над уровнем такой вот знаете той красотой которая нам хочется видеть но не мы видим это на ярких картинках ассоциация и например нового года это не всегда даже у кого-то снег а у нас вот хочется нам снег пописать такая вот радость открытий новый год и здесь все сверкает переливается поэтому вы можете своей работе еще использовать сверху какие-то набрызги есть такие вещи как сейчас вот елочку здесь закрашу чтобы она вам пятном таким не не смотрелось дело в том что блески они всегда уместны здесь поэтому если у вас есть лак с блесками вы можете легко сделать по окончании работы этот лаком сбрызнуть и тогда у вас будет интересный интересный такой сиреневый с переливами оттенок а я сейчас готовлю переверну листочки бумаги что вам почище было смотреть на работу и будем с вами рисовать дальний план у нас на дальний план это елочки перочить поэтому мы готовимся на свои свои красочки конечно это белый цвет нам понадобится потом мы берем сиреневый и ультрамариновый цвет ультрамарин немножко сиреневый вот и берем маленькую кисточку сейчас такой совет вам если вы хотите сделать есть у вас елочки не получаете берите плоскую флейцевую кисточку маленького размера но вот меньше чем вот у меня вот здесь под рукой есть кисточка потому что вы смогли бы нарисовать здесь елочку сейчас я вам совет покажу как есть некоторые просто говорят мне не получается смешайте синий скоро с красным с сиреневым нарисуйте макушечку вот так вот и теперь действуйте вот так вам нужно представьте что у вас треугольничек надеемся что вам понравился урок до этого момента вы можете приобрести весь курс частью которого является сегодняшний урок по ссылке в описании мы уверены что вам понравятся все наши уроки как в этом курсе так и в остальных спасибо всем кто решит их приобрести вам у у у у у у Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 А теперь давайте продолжим с уроком курса. ДимаTorzok Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, а также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем рады видеть вас в числе членов канала. Это отличная возможность поддержать нас. Это поможет нам продолжать создавать для вас полезные и качественные материалы. Кроме того, вы можете поддержать наш проект, приобретая наши курсы или сделав пожертвования через PayPal, Revolut или на Patreon. Ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки для помощи находятся в описании под видео. Спасибо, что вы с нами и до встречи в следующих выпусках.